Погода преподносит очередные сюрпризы. Со вторника на среду в Сургутском районе из-за сильной метели сотрудники ГИБДД были вынуждены перекрыть движение по загородным трассам. Около семи вечера во вторник полицейские остановили транспортный поток в направлении Лентора, Коголыма и Нижневартовска. Ограничение действовало от одного до четырех часов. Когда погодные условия немного улучшились, было организовано реверсивное движение колоннами по 40 машин. Благодаря оперативным действиям со стороны ГИБДД удалось не допустить серьезных аварий. Был создан резерв, у нас ежедневно готовится резерв в случае осложнения дорожно-транспортной обстановки. Было задействовано шесть экипажей ДПС, перекрытая на автодорогу Сургут-Нижневартовска, Сургут-Коголым, Сургут-Лентор. То есть, видимо, ограниченная была очень сильная видимость. То есть, мы в соответствии с федеральным законом о полиции, с федеральным законом о безопасности дорожного движения проводили мероприятие по сопровождению транспортных колонн. Тяжесть последствий после аварии в Сургутском районе пока идет на спад. Хотя на загородных трассах стало больше ДТП, в которых гибнут люди. Текущая обстановка остается напряженной. За 11 месяцев этого года произошло 216 аварий, в которых 46 человек погибли и еще 290 получили травмы различной степени тяжести. Годом ранее полицейские зафиксировали 203 ДТП. В них 55 участников дорожного движения скончались и 277 получили повреждения. Снижение травматизма и смертности в ГИБДД связывают с появлением инженерных сооружений отбойников и разделительных полос. Данное техническое инженерное устройство на автодороге Сургут-Нефтьюганск имеется на опасном участке дороги 30-й километра Сургут-Нижневартовск. Ну и с постоянными мероприятиями проводимыми в плановом порядке, в неплановом порядке. Это такие мероприятия, как трасса, водитель, допинг-контроль, пешеход.